В далёком 2009 году вышли вот такие вот две монеточки. Посвящены они были древним городам России, конкретно городу Калуга. Почему две монеточки я выставил? Одна монеточка Санкт-Петербургского монетного двора, другая московского. Поэтому как бы нет нужды переворачивать монетки той или другой стороной, чтобы показать. А можно одновременно увидеть монету и стоить с другой стороны. Как бы это хорошо, это правильно. Итак, у нас сегодня 28 августа 2021 год и стало быть круглая дата к городу Калуга 650-летие. Хотелось бы вспомнить, чем хороший этот город. Вообще город Калуга довольно-таки крупный, имеющий весовое значение для экономики всего региона. В СССР в Калуге было сосредоточено огромное количество научно-исследовательских институтов. Это наследие осталось и сейчас, поэтому город считается одним из центров российской науки. Причина и дата основания Калуги до сих пор является поводом для дискуссии в академических уроках, поэтому официальным годом возникновения поселения считает его первое упоминание князем Ольгердом. Это 1371 год. Хотя ряд источников полагают, что город возник задолго до этой даты. Историческая часть Калуги очень интересна, а страны тут сохранилось все-таки немало. Кроме множества различных дней, здесь есть и музеи, и памятники. А окрестные калужские леса удивительно красивы, особенно там, где люди бывают редко. За свою историю Калуга пять раз выгорала практически дотла. Причем два пожара произошли всего-то разницы в несколько лет. Выгорала настолько сильно, что люди уехали в другой город Моценск, по-моему, и потом обратно вернулись. Через 20 лет восстановили город. Калугу часто называют маленьким Константинополем. Так называл город Николай Гоголь, который увидел город с другого берега Аки. В городе было около 40 храмов, золоченые купола, которые придавали городу, ведь столицы. Хотя город и был столицей губернии. По указу императора Петра Первого в Калуге было открыто учебное заведение для обучения деящих, падящих детей и прочих чинов цифрам и геометрии. Самым первым памятником, установленным в Калуге, стал памятник Николаю Второму. Калуга очень гордится тем, что в ней родились и жили такие люди, как Константин Солковский, Юрий Гагарин и Владислав Волков. Известный бард Булата Куджава также имеет прямое отношение к этому городу. В 1980-е годы прошлого века он здесь жил, а также работал в школе учителем литературы. В 30-х годах прошлого столетия был снят первый фильм о Калуге. Фильм носит название «Крупная неприятность». Первый кинотеатр известной компании CinemaStar был построен именно здесь. Самой крупной промышленной отрасль в Калуге является машиностроение. Более половины всей промышленной деятельности города приходится именно на машиностроение. В 1967-м в Калуге при участии Королёва и Гагарина был открыт первый в мире музей космонавтики. Он и сейчас является крупнейшим в России, даже крупнее того, что расположено в Москве. О его развитии сделал огромное вкладывание с Юрий Гагарин, первый в мире космонавт. Когда Юрий Гагарин намеревались отправить в космос, на всякий случай было изготовлено два экземпляра космического аппарата «Восток». Но запуск прошел успешно, поэтому запасной «Восток» оказался неудел. Сейчас он выставлен в Калужском музее. Кстати, вес этой ракеты составляет 140 тонн. В 2016 году было заявлено о включении этого города в состав самого популярного туристического маршрута России «Золотое кольцо». Международный Калужский аэропорт носит имени Целковского и гениального ученого-самоучки, внесшего невероятный вклад в развитие космонавтики. Во время смутного времени Калуга стала первым городом, который поддержал самозванца Лжедмитрия I. Лжедмитрий I был первым русским императором, а его жена Марина Мнишик – первой русской императрицей. Конечно, Лжедмитрий был самозванцем, но русским правителем он был вполне легитимным, так как они с женой венчались на царство и их признала значительная часть знати. Все-таки, как бы он у нас был. Лишь одно Калужское здание официально признано памятником архитектуры – это здание с мансардой. Сейчас в нем расположен местный музей ремесел, посвященный возрождению такого артемства, как глиняные дела. Во время Великой Отечественной войны 1812 года, когда войска Наполеона вторглись в Россию, этот город был крупнейшей таловой базой российских войск. После войны Михаил Кутузов выразил благодарность жителям города за вклад, который они внесли для победы над Наполеоном. В годы Великой Отечественной войны Калуга была оккупирована вражескими войсками. Оккупация длилась недолго – с 12 октября по 30 декабря, когда советские войска освобождали Калугу, отступая фашисты, взорвали несколько сотен зданий, нанеся городу огромный ущерб. В частности, они успели сжечь более 200 жилых помещений, а также подорвали театр. Летом 2017 в Калуге был установлен памятник фронтовым хирургам. Мемориал такого рода стал первым в России. Калуга расположена на месте древнего вулкана, из-за чего в городе часто наблюдается погодная аномалия. В частности, тектонический разлом позволяет жителям Калуги периодически наблюдать багровый туман, который проходит мастер, который породил массу сплетен и мистических легенд. Калуга является родиной международного фестиваля, носящего имя «Мир гитары». На фестиваль приезжают музыканты со всего мира знаменитости, не является исключением. Например, гостями фестиваля были Фрэнсис Гоя, Винсента Амиго и другие знаменитости. Церковь Косьмы и Дамиана – это единственное архитектурное сооружение в городе, которое выполнено в стиле барокко. В городском парке отдыха располагается фонтан, он уже очень старый, ему больше 200 лет. Это самый древний фонтан России, который является действующим и сегодня. Калужская школа номер 6, которая носит имя Александра Сергеевича Пухкина, была построена еще во времена царской России. Самая максимальная температура воздуха зафиксирована здесь, равняется 45 градусов мороза. В городе есть дом, в котором лифты находятся не внутри дома, а как мы к этому привыкли, а снаружи. Дом находится на улице Суворова. В Калуге действует школа, в которой учатся играть в шашки. Шашечная калужская школа является сильнейшей во всей России. Большой каменный мост – одна из главных достопримечательностей города. Он представляет собой 160-метровый виадук, который перекинут через овраг. Около моста располагается обелиск, который служит обозначением исторической южной границы города. Общая протяженность автомобильных дорог в Калуге составляет чуть больше 6500 километров. В Калуге прошло исследование, которое показало, что здесь самой популярной настольной игрой является монополия. В 2009 году Центробанк выпустил памятную 10-рублевую монету, на которой запечатлена Калуга. Вот то, что мы видим перед собой. В середине 90-х годов Калуга официально взяла Шевсона над миражом, одним из кораблей Черноморского флота, спущенным на воду еще в 1986 году. В последнюю субботу августа Калуга отмечает свой день рождения. В этот день в городе проходят не только шумные гуляния, но и одно из самых интересных мероприятий – парад детских колясок, в котором принимает участие тысяча человек. Пятиэтажный дом номер 100 на улице Ленина в Калуге считается местным домом с привидением. Он был построен на месте снесенного храма, причем строительным материалом послужили камни уничтоженной церкви. Говорят, что при оборудовании котельной в бывшем церковном подвале обнаружили захоронение священнослужителей, дальнейшая судьба которых неизвестна. В годы оккупации в пятиэтажке якобы находился военный трибунал. Самые высокие здания здесь имеют высоту 22 этажа. В Калуге очень распространены клининговые службы. Это как бы помыть, почистить. Вот такое вот. Из того, что стоит посетить Калуга, запоминать своими старыми церквами, покрова на рву, Георгия за верхом, Троицким собором. Интересно посетить Калужский музей, особенно музей истории космонавтики Циолковского, дом музея Циолковского, где ученый жил и работал несколько лет. Вокруг города расположились старинные дворянские усадьбы. Из интересного, еще в январе 1860-го в Калугу была доставлена семья Шамиля, возглавлявшая борьбу с царскими войсками в Дагестане и Чечне. 13 июня 1961 года Юрий Гагарин заложил первый камень в фундамент здания будущий музей истории космонавтики имени Циолковского. Ну, население не сильно большое, 337 тысяч человек. Ну что ж, вот такой у нас на сегодня праздник, как 650-летие города Калуга. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok